вот сейчас я на ваших глазах в течение там скольки времени там ну максимум 5 7 10 минут времени да с учетом того что я вам рассказывал я сделал вот эта игрушка мячик стоит 50 рублей мячик хороший мячик то есть он силиконовый нормальный давай поменяемся одна игрушка веревка стоит метр вот этот тоненькая веревка метр стоит 6 рублей за паракорд вот это вот веревка стоит я вам сказал 38 рублей метр все то же самое если покупать в магазине то вот это будет порядка 300 рублей стоит а вот это если покупать зоомагазине где-то порядка 200 250 тоже 300 рублей привет друзья сегодня вновь с вами канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег ну и соответственно моя соведущая александр друзья мои если вы хотите помочь развитию канала вы можете нажать на кнопочку внизу к описанию кролику и донаты принимаются от минимальной суммы 1 рубль 1 рубль ну если вы находитесь где-то за границей то и соответственно там 1 гривна там и т.д. и т.п. если у вас нету такой возможности вы можете помочь каналу если будете не пропускать рекламу смотрите и до конца и так сегодня тема нашего урока будет будем делать самостоятельные игрушки для собак то есть напомню вам то что мы уже несколько серий подряд смотрим о том что какие игрушки интересны для собак как именно использовать эти игрушки а сейчас мы будем делать эти игрушки самостоятельно ну я думаю что ролик будет такой затяжной поэтому давайте наберемся терпения и приступим к вам с вами то есть мы сегодня будем делать с вами знаете что вот такой мячик на веревочке такой мячик на веревочке и вот такую вот перетяжку в виде канатика небольшого канатика дать с вами поговорим о этих мячиках вот разница между этим и вот этим мячиком казалось бы внешне не одинаково хороши но здесь почему я решил еще переделать потому что вот этот мяч он жесткий сам по себе а на морозе он еще тем более начинает дубеть ну и соответственно когда собака начинает его хватать в пасть она травмирует себе десны то есть вот мы с агбаром поиграли поиграли маленечко то есть сейчас уже холода стали наступать и на морозе он дубеет и я смотрю его кровоточки стали десна я взял более такой силиконовый мячик то есть в магазине то есть он сделан из специального там какого-то материала который на морозе не дубеет и не 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 является химически агрессивным каким-то то есть вот такая вот резина поэтому будете когда приобретать это или в детском магазине сертифицированные когда для ребятишек делаются либо в зоомагазине тоже сертифицированы ну вот здесь вот вот это все написано об этом и так то есть еще раз повторюсь когда мы начинаем собака играть вот таким вот вот образом да то здесь собака начинается нас прихватывать за руки для этого собственно говоря и нужна веревочка и чем длиннее веревочка тема вы можете ну больше радиус вокруг вас создавать эти мячиком поэтому давайте сейчас приступим первое что мы будем делать да это нам надо сделать отверстие то есть технологическое отверстие дырочку надо сделать мячики для этого нам пригодится как раз вот этот вот ремкомплект для ремонта бескамерный он состоит из двух предметов это вот само шило которое проделывает отверстие и второй это крючочек такой который будем проделать с помощью которого мы будем продевать с вами нашу веревочку ну если нету таких то обыкновенная сапожная шила тоже подойдет поэтому принципе тут ничего сложного нету ну вот смотрите здесь есть шов такой я пошел не рекомендую то есть вот есть шов его видно хорошо я пошло не рекомендую делать лучше сделать это поперек и так сашка у тебя не получится ничего своих садись садись будем вместе с тобой делать на вот потолкай сейчас я пока эту возьму потолкаем так вот покрути мы когда покручиваем вот так вот вот мы немножко это отверстие расширяет на крути мы сейчас дочи вдвоем находимся моя соведущая приболела немножечко мы находимся с ней на больничном ну и соответственно длина веревки смотрите уже сами какая она вам нужно хотите более интересную игрушку делать если не хотите нагибаться для собаки делайте веревку подлиннее хотите чтобы возле вас она была то соответственно покороче но мне подходит вполне где-то в районе 40 сантиметров то есть где-то так то есть сейчас я обрезаю для того чтобы веревка у меня не разбахлилась я ее соответственно оплавлю для этого у меня есть коврик тут такой специальный из пластика сделанный молодец да положи теперь сейчас мы будем делать раньше когда у вас есть такая помощница это очень хорошо как ты вытащила у меня и надо будет обратно попадать вот мы попали все вот у нас веревочка наша мы можем сразу две про продеть да и завязать узлом получится у нас вот такая вот штука да так сделаем или нет пусть она будет одна такая и так вот у нас есть здесь надо было подпаять маленько поуже чтобы она вошла и как ниточка в иголочку она сюда входит и теперь мы в проделанное заранее отверстие проделанное заранее отверстие вставляем наш канатик сюда он вошел теперь мы выводим его сюда ну кто ремонтировал бескамерные шины тут понимает что это дело достаточно просто все теперь мы шило выводим и у нас остается веревочка для того чтобы она не выскочила а а давайте мы второй конец тоже заведем наверно так наверно даже будет лучше или нет или нет или нет или не будем заводить саш будем или нет не будем не будем а у нас это войдет сюда термопленка давай посмотрим она у нас только на один заходит да только на один заходит у нас веревочка широкая с тобой получилось так давай заведем заведем второй конец мы саше приняли решение что у нас будет двойная веревка здесь ну соответственно мы точно так же сейчас пока так что нужно было легко завести продеваем нашу веревочку сшила вставляем сюда попадаем сюда сюда выводим и вытаскиваем слегка на шаши теперь мы конец этот обрезаем еще раз И оплавляем Для того, чтобы это все дело не размахрилось Ну и практически наша игрушка готова Сейчас мы завяжем здесь узелок Для того, чтобы не выпадало все это дело, да? Да То есть мы завязываем банальный узелочек такой Обыкновенный узелочек Оп И наша игрушка готова Теперь собака будет радостная и довольная На тебе тоже пожанкой На тебе пожанкой Тебе нравится? Да Ну пойдешь на улицу, будешь с Акбаром играть И вот она, смотрите, у нас что становится здесь У нас становится то, что у нас эта игрушка дистанцируется То есть пасть собаки, которая будет прикусывать эту игрушку Будь здорова, дочка Спасибо Будь здорова Дистанцируется пасть собаки И рука ваша находится на расстоянии Игрушка сама по себе мягкая Вот эти вот мягенькие шипики Если у вас маленький щеночек дома Они будут стимулировать приток крови к зубам вашего щенка Поэтому покупайте такие вот мячики Либо в детском каком-то магазине, который имеет сертификат Либо это должен быть зоомагазин Ну соответственно тоже, которому вы доверяете Потому что сейчас очень много поделок всевозможных продается Ну Вот мячик мы с вами сделали Итак, второй вид игрушки Ну это обычный канатик Вот такой вот канатик в магазине Стоит порядка 200-250-300 рублей Сама веревка, метр веревки Вот такой вот я пошел купил эту веревку Она стоит 38 рублей за метр Здесь 2 метра То есть, соответственно, это получается Что у нас там 38? 74 рубля, да? 76 рублей Итак Что это такое? Это, ну вот смотрите, это два узла восьмерки Вот два обыкновенных узла восьмерки Вот я развязываю, да? И что у нас получается? Самая обычная банальная веревка Я думаю, что сделать самому такую игрушку не заставит никакого труда Вот вы складываете, да? Складываете Вот Выбираете длину, которая вам нужна То есть, вот здесь вот, допустим, вы будете держаться Здесь у вас будет узелок Делаете петлю Вот она петля, видите? Вот петля Потом перекручиваете еще один раз Перекручиваете еще один раз И заводите И получился у вас, вот он, узел восьмерка Ну, расправить его, соответственно, надо Просто С другой стороны Я поближе сейчас еще сделаю Вот вы делаете петлю Вот петлю вы сделали Потом эту петлю перекручиваете еще один раз И заводите Уже, видите, два конца У вас получился Второй узел восьмерка И вот они, эти 300-400 рублей Которые в магазине вы Купите в зоомагазине Вот у вас получился канатик С двумя узлами восьмерки За которые собака может хвататься один Второй вы будете держать, да? Вот она игрушка у вас получилась Чего, доча? А ты мне тоже пойдет На, пожалуйста Ты можешь за один конец держать А я буду за второй И мы вот так будем тянуть, да? Ты будешь Акбара изображать сейчас А я вот так вот Вот так мы с Сашкой вдвоем тоже можем играть К помощью такого канатика Еще мы можем сделать обыкновенный Узел линча Это немножко посложнее Но тоже все делается не так сложно Узел линча Давайте я поближе поднесу Чтоб было понятно Вот Вот То есть вот она, видите, как веревка? Вот и вот Теперь отсюда мы начинаем Делать вот такую вот затяжку Крутим Крутим Я на весу все делаю Мне неудобно Крутим 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 Ну и оставляем вот конец Знаете, для чего? Для того, чтобы можно было завязать узел Теперь снизу заводим Берем за этот конец И начинаем его Вытягивать Вот Что у нас вышло Вот такая вот игрушка у нас вышла И для того, чтобы она в результате не выскочила Потому что одна петля будет ходить Мы здесь с вами завязываем страховочный узел Дополнительно Все Теперь у нас собака будет хватать Вот за этот узел А это будет петля Вы все можете сделать самостоятельно За копейки И если вы купите достаточно большое количество вот такой веревки Как это делаю я, допустим То Сделаете себе запас достаточно большой Но, честно говоря Все эти игрушки можно применять Все по-разному можно применять Вот Ну, сейчас я вам покажу еще одну игрушку Это вот этот пуллер Стоит он у нас в магазинах порядка 250 рублей И как опортировочный предмет он очень хорош Если где-то вблизи играть То вот что можно сделать самостоятельно Поэтому Делайте Я вообще люблю людей, которые самостоятельно Своими руками все делают Поэтому Все это будет хорошо, приятно и здорово Да, Саш, что нужно сказать? Туда У нас нужны доверие и уважение И у вас все получится Да Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...